Глава 11 моей книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Высокие цели тянут нас вверх за собой. Позвольте вашему предназначению найти вас. Если вы можете об этом мечтать, вы можете это осуществить в Walt Disney. Я глубоко убежден, если думать по-мелкому, то так и останешься мелким. Рэй Крок. «Скажи, пожалуйста, куда мне отсюда идти?» – спросила Алиса. «А куда ты хочешь попасть?» – ответил кот. «Мне все равно», – сказала Алиса. «Тогда все равно куда идти?» – заметил кот. «Только бы попасть куда-нибудь», – пояснила Алиса. «Куда-нибудь ты обязательно попадешь», – сказал кот. «Нужно только достаточно долго идти». Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес». А вы знаете, куда вы идете и чего хотите? О чем мечтаете? У вас есть цель в жизни, которая заставляет трепетать ваше сердце и вашу душу, когда вы думаете о ней? Если задать этот вопрос, то практически каждый ответит, что хочет жить лучше, иметь больше денег и вообще быть счастливым. Но почему-то мечты этих людей так и остаются мечтой, и большинство из них в категорию счастливых и богатых не попадают. В чем же причина? А ответ очень прост. Большинство этих людей не имеет конкретной цели. А если она и есть, то не может вдохновить человека. То есть цель не является для них истиной. Поэтому нет ни сил, ни энергии делать все с азартом, удовольствием и любовью. А кто-то вообще идет по жизни и сам не знаю куда. Оглядывается на других, считая, что у них больше таланта и способностей. Что кто-то более удачлив в этой жизни. У каждого человека есть свое предназначение. Каждый человек талантлив. Просто необходимо поверить в себя. Принять себя таким, какой ты есть. Подумать и развить свои таланты и способности. Когда я говорю, что каждый человек талантлив, многие думают, что другие действительно талантливы. Но чтобы каждый был талантлив, тем более я. Другие да, но не они. Но, пожалуйста, не забывайте, что, например, организаторские способности или прекрасное умение понимать людей, общаться с ними, это тоже талант. И если вы будете его развивать, он принесет много пользы и вам, и другим людям. Существует что-то такое, что вы умеете делать лучшее, чем любой другой в этом мире. И у каждого уникального таланта и уникального выражения этого таланта есть также свои уникальные потребности. Когда эти потребности сочетаются с творческим выражением вашего таланта, это служит искрой, которая создает изобилие. Выражение ваших талантов в удовлетворении потребностей создаёт неограниченное богатство и изобилие. Пишет Депах Чокра. Каждый способен совершить что-то великое или стать кем-то. Необходимо только настроиться на это и почувствовать своё могущество. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...